ребята привет с вами снова димас канал кукс brother hooks сегодня мы решили наконец-то и погода нам позволила снять видео ну достаточно позволяет ветер конечно сильный но я надеюсь что все будет хорошо и все у нас получится сегодня мы будем готовить плов вот плов принципе традиционный и нетрадиционный в данный момент потому что будет чуть комбо будем готовить из двух видов мяса это курица мы берем целого цыпленка заднюю часть это свиная корейка с костью естественно лук морковь не самаркандская не узбекская обычная российская рязанская морковка также будем использовать чеснок и острый перец чили масло и будет использоваться рис хотели используете рис пакистанский ветер вообще ужасный все сносит вот но будем использовать тоже не пакистанский индийский рис не традиционный для плова вот басмати но он как по своим свойствам он идеален для плова он его сложно переварить и превратите плов в кашу он идеальный просто для этого как бы любые справятся с этим рисом готове плов так что приступаем к нарезке смотрим дальше наше видео вот режем крупно кость мы чуть-чуть предварительно разрубили не до конца вот чтобы не снимать это на камеру эти мучение вот свинина готова курица попроще внутри части смело руб все выкладываем мясо в принципе готовы приступаем нарезки моркови режем крупно не забываю что морковь круглая такая вот панк панк нарезка всегда шутили раньше работая стажерами чтобы не грустно было можно так это делать резать ведрами морковь или лук сировку вот и нарезаем лук репчатый полукольцем можно крупнее все слуху мы тоже покончили вот нарезали лук морковь наше мясо перец тут уже весь с ума сошел чеснок мы положим целиком может быть какие-то головки раздавим добавляем воду обычно промываем по русской традиции можно промыть три раза это как бы еще бабушка мы это делал видимо наверно как читал какие-то молитвы я не занимаюсь вот но наверное так надо все вот вода немножко замутнела ну а мы воду сливаем оператор все пытается снять мои синие руки я тоже не чувствует ни одну рисинку вообще я не понимаю даже чего не делают рис это или что или овсянка уже как но при этом они делают свое дело весь прекрасен смотрите обратить внимание он интересного цвета не как басмати такой сахарный тростниковый сахар вот все сильно промывать не надо вот все рис промыли чуть влаги осталось он еще спитает и немножко набухнет его будет проще разваривать пять-десять минут вот мы скинем на это время вот так что все готово у нас переходим мангала у нас как раз дрова превратились в угли ну что ребята всем еще раз привет мы вот наконец-то добрались до нашего казана уже поставили его на огонь огонь достаточно сильный пятерочка он раскаляется ветер дует мне в лицо я не отчаиваюсь вот как бы если моя мимика будет вам неприятно сори вот но держусь как могу вот все мангалу на пор казан у нас нагревается добавляем масло как все профессионалы кстати даже ведь раздувает масло вообще просто ну где-то 300 200 250 миллилитров вот казан у нас прогрелся берем мясо в первую очередь обжариваем свинину выкладываем ее по всем краям в середину напоминаю что у нас сегодня комбо комбо плод это свинина курица как бы мы экспериментируем всегда нам эксперименты не чужды а вкуса это не мешает как дополняет дает свой необыкновенный и непредзаобменный аромат и вкус ну вот свинина у нас немножко колернулась и нам мы добавляем курицу если вы немного не добавили масло можно легко это исправить и обязательно при этой обжарке стоит за огнем чтобы он у вас был на максимуме у нас он где-то сейчас у четверочки но это не плохо вот мы курицу обжарили у нас тоже она колернулась дала золотистый цвет прошло не больше десяти минут все шкварчит напомню что в этом случае лучше обжаривать на сильном огне обязательно чтобы курица было не любое любое мясо не было вареное а было обжаренное главное в этом случае дать колер очень хороший колер чтобы мясо было держало форму и не распадалось это важно очень в этом моменте и добавляем лук буквально минуту и лук у нас колеруется мы перемешали разочек три-четыре раза помешаем и уже можно добавлять морковь смотрите как идеально все уже курица уже почти готова даже можно сказать готова добавим в нашу морковку я пришел немножко дошел добавляем морковь морковь высыпали и даем немножко ей потомиться сверху ничего не мешаем разровняли руками можно половником минуту ждем и уже перемешиваем и вот минута прошла мы аккуратно перемешиваем и уже сейчас будем добавлять соль, специи и немножко воды ну прошло буквально две минуты морковка у нас чуть-чуть колернулась стало мягче вот и добавляем специи можно добавить воду потом добавить специи посолить, поперчить как по мне я считаю лучше добавить все специи посолить и уже потом добавить воду она закипит у нас это будет все томиться и уже если соли не хватает мы еще добавим потому что на мой взгляд это интереснее как бы двойной процесс и ты участвуешь в этом постоянно добавляем специи добавляем зира или кумин ну как бы всем известно это главный ингредиент плова так что не стихняемся можно немножко помять можно кинуть просто так оно дойдет вот я предпочитаю немножко ее в руках размять чуть-чуть добавляем где-то зерой плов не испортишь у нас на 15 грамм ну 5 грамм то что мы добавляем сразу затем перец горошком ну кто как любит 20 штучек вот можно добавить душистый перец 5 7 штучек вот и добавляем соль можно вкусную соль можно обычную соль нам надо сделать чтобы это было все соленое потому что в дальнейшем мы не будем солить так что 3-4 столовые ложки мы добавляем уверенно вот так что можно добавить немножко кориандра он тоже придаст свой вкус добавляем обязательно барбарис без барбариса никуда и добавляем обязательно куркума в завершающий момент это молотый перец ну так достаточно столовую ложку и все перемешиваем как я говорил ранее мы сейчас добавим воды когда у нас закипит мы попробуем это на соль на специи если нам что-то не хватает мы естественно добавим еще добавляем воду ну как всегда у нас вода с речки с речки из колодца вот добавляем чтобы у нас все ингредиенты были в воде погрузились в нее у нас же враг закипел буквально прокипел минуту пробуем на соль как обещали соли мало специи достаточные но добавим еще зиры потом соли точно мало 4 столовые ложки смело еще добавляем вот сейчас отличный концентрат я думаю отлично надеюсь не слишком соленая так как рис заберется все вкусовые наши элементы особенно соль сыру из-за этого мы делаем такой концентрированный бульон смотрите курица у нас свинина все мясо у нас забирает цвет специи куркумы настало время у нас добавлять рис рис у нас всю влагу забрал чтобы была аккуратно и наш острый перец три штучки резать не будем чтобы не был такой острый плов вот убавляем огонь на минимум все же можно добавить немножко воды где-то миллилитров тридцать сто тридцать точнее вот и накрываем крышки и в таких условиях плов будет у нас томиться минут 15 возможно больше даже 20 хотя это рис в осмаке он быстро доходит возможно включимся еще раньше так что ждем наш великолепный плов всем еще раз привет уже смеркается погода распогодилась не хочется вообще ничего делать готовить вот прошло обещанные 20 минут может быть больше для нас это целая вечность а для вас какие-то мгновения ну как бы ничего страшного так смотрим наш плов отлично 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 он дошел на минимуме вообще мы ничего не трогали смотрим воду воды нету как и у нас в регионе дождей ежегод смотрите он прекрасен рис разваливается рисинка к рисинке плов хорош мы сейчас сделаем горку и оставим его еще дойти минут пять может быть семь ну как бы он сейчас доходить будет у нас всегда пока он в казане пока он теплый вот вот так все идеально массовку мы еще не дождемся так как сегодня очень прохладный вечер вот так что накрываем крышкой ждем еще пять семь минут и уже будем подходить к столу пробовать и и радоваться тому что у нас получилось великолепный плов увидимся буквально через семь минут вот ну что ребята вот наконец-то дождались нашего плова было непросто но в первую очередь долго вот уже вечер вот но прекрасный плов у нас получился пока он томился мы приготовили узбекский салат специальный для плова они его готовят для того чтобы придать более сочность как бы сказать потому что иногда плов получается суховатый плов у нас отлично подошел он просто великолепный все зернышко к зернышко все разваливается смотрите идеально у нас прекрасный плов так что пробуем я не буду пробовать как восточные люди это пробуют руками как бы мы находимся в России не сказать ничего это просто это просто божественно ем столько специй что я от одного вкуса согреваюсь идеальный рис в Асмате хороший рис и пробуем наш салат должен быть остренький прекрасный салат он реально сочный и дополняет наш рис но мы сделали достаточно сочным из масла вот так что погода нам все не позволило дала возможность приготовить наш плов вот так что не стесняйтесь пробуйте пока пока есть возможность у нас скоро праздники майские может быть тот сейчас обыхает главное пробовать если не пробовать ничего не получится так что если у вас накопились какие-то идеи если вы нам хотите что-то какие-то вещи придумать интересные пишите обязательно в комментариях мы попробуем это сотворить ваше чудо вот а пока мы сотворили вот прекрасный самаркандский плов без всяких добавок чисто на наших ингредиентах вот так что еще раз вам приятного аппетита спасибо за просмотр спасибо что вы смотрите нас ставите лайки не забывайте об этом нам очень нужна ваша поддержка так как мы начинающие блогеры вот с вами был Димас оператор Антон и прекрасная Рязанская погода увидимся в новом видео